Дети высокопоставленных чиновников Путина и для элит накануне ТВ рассказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Российские элиты включались в том, что они пытались своих детей инкорпорировать на Западе, отправляли на учебу, чтобы они купили там корни, какие-то внутриэлитные связи. То есть в качестве якорных инвестиций их рассматривают, а потом рассчитывали переехать к ним, что им объявить безопасную пенсию. Сейчас, в 2014 году, это окно возможности открылось, хотя осознание того, что это окно возможности закрывается, оно пришло к Российской элите только, наверное, в 2017 году. Российская власть, ориентируясь на отчаяние элиты, она все-таки пыталась наладить контакты с Западом, эти надежды на Трампа и все прочее. Вот только сейчас, в 2017 году, стало ясно, что этим надеждам не суждено сбыться. Поэтому они сейчас пересматривают свою концепцию, стратегию выхода, и существуются некоторые варианты от сохранения нынешней политической системы, не в персональном плане, а именно в плане тренирующих групп где-то до 2035 года. И в рамках этой концепции действительно рассматривается вот это вот инкорпорирование поколения принцев в российскую правящую элиту. То есть раньше такой вариант не рассматривался, не было в этой необходимости. Сейчас такая необходимость есть. Что же касается любимого Запада, то там вопрос наследования власти в порядке вещей, хотя все-таки отличается. В этом вопросе российские элитарии начинают все больше сталкиваться интересами, уверен эксперт. Одни хотят оставить все как есть, другие спят и видят, как в России начнет работать западная практика сменяемости. Вопрос наследования власти в широком смысле, да, не должности власти, а власти. Вопрос действительно в порядке вещей для западной демократии. Там существуют институты, сохранение вылетов, образование, закрытые клубы и все прочее. Но проблема-то в том, что западные режимы, они не персоналистские. В России все-таки политический режим носят гораздо более персоналистский характер. Будущее политического режима зависит от будущего конкретно политической персоны. Характеризуется гораздо больше турбулентности. Существует две группы различных. Белые, 15, 20 элитных групп имеют, которые являются основными демократами нынешней политической системы. И они не намерены ничего изгнать, требуют именно все как есть. Они хотят законсервировать все как есть. А эти элиты более низкого уровня. Они бы хотели, конечно, сделать так, чтобы все было по одному типу, но нынешнюю политическую систему поменять. И вот интересы этих двух групп элитов, они все больше и больше расходятся. И если они так дальше будут продолжать расходиться, то в течение двух-двух это может привести к очень серьезному конфликту, который будет определять логику дальнейшей трансформации российской политсистемы. Однако элиты слишком долго пытаются решить, с кем они – с Западом или с Россией. Очень долго пытаются решить, как именно передать свою власть дальше. Это тяготит Путина, поэтому он начал делать ставку совсем на другие группы в вопросе передачи власти, уверен Павел Салин. Валерий Меркотчин сейчас демонстрирует, что он тяготит по таким инерционным сценариям, и он делает ставку на тех, кого принято называть молодыми технократами. То есть это как раз те чиновники, ну то есть те представители молодого поколения элиты, которые не принадлежат ни элитной группе. Они не являются ни детьми нынешних представителей элиты, ни представителями их клиентелы, тех, кого принято условно называть кремлевскими башнями. Пока решение не принято, но идея такая как раз в рамках концепции наследования, привилегий, она существует. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова